Здравствуйте на Матч ТВ! Сборная России, которая возвращается к большим международным матчам. И сегодня россияне в первом своем матче 2023 года сыграют со сборной Ирана на гигантском стадионе Азади. Вот так выглядит этот стадион крупным планом, а с общего плана это просто невероятная красота. Да, тут просто рядом еще и озеро. В общем, природа что надо. И вот с таким настроением мы отправляемся в это увлекательное футбольное путешествие длиной в полтора игровых часа. Кажется, Софи будет подавать. Не стал выходить Сафонов. Это не его мяч. Очень неудобно в этой ситуации было бы действовать вратарю. Поэтому он оставил все на защитников. И довольно эмоционально на все это отреагировал. Вот еще одна атака сборной Ирана. И подбор за иранцами. Удар поворотом. Сафонов снова на месте. Зиньковский. Мягкая подача. Удар поворотом. И это как раз тот навес, тот пас, о котором я говорил. Зиньковский выполняет передачу на Камличенко, который был готов пробить поворотом. Он был не один, но в верховом единоборстве Камличенко очень хорош. Вот. Захарян. Красиво. Удар Кузяева. Небольшой рикошет тоже был. Иран, Ирландия. Девушка на стадион. Он был воспрещен. Пенальти. Антон Зиньковский зарабатывает пенальти. Вот как-то это спокойно произошло. И, возможно, все эмоции заглушил этот рев в его узел. Они совершенно никак не отреагировали на падение дебютанта сборной России в штрафной площади хозяев. Миранчук. Очень аккуратный удар. И счет становится 1-0 в пользу сборной России. И два матча более, чем сухих подряд сборной России хватило, чтобы понять, что счастье нужно искать в атаке. И сборная России открывает счет и в этом матче, и своим голам в 2023 году. Зиньковский. И Матвей Сафонов, полагаю, идет в подка, как полевой игрок. А ворота-то пустые остались. Подача. Осипенко пришел. Ну-ка кто же? Вот и удар. Слевой в итоге капитан сборной Ирана Хашсофи. Хозяева перестроились. И теперь сборной России сложнее выходить в атаку. Удар Сафонов. Великолепен в первом тайме Матвей. Ничем его не проймешь при переходе в атаку. Пас в одно касание. Внешней стороной. Иранцы идут вперед. Вот тут есть еще свободный Тореми. Внезапно возникает Далер Кузяев. Умница Далер. 1-0. Сборная России благодаря голу Антона Миранчука на 28-й минуте с пенальти. Выигрывают у хозяев из Ирана. Сборная России проводит два матча к ряду. Сборная Ирана прямо сейчас. Еще целый тайм. А потом сборная Ирака в воскресенье. Не пропустите. Эту игру тоже покажет Матч ТВ. И это будет первая с 2021 года домашняя игра для сборной России. Я бы даже не сказал, что это ближайший резерв. Это просто все футболисты, которые более-менее подходят под определение кандидат в сборную Ирана. Еще один пенальти. Вот такое начало второго тайма. Долго разбегается Тореми. Удар. И счет становится 1-1. На первой же минуте второго тайма, вернее на второй, сборная России пропускает первый мяч в 2023 году. Сафонов. Ой, как неудачно. Как неудачно играет Матвей. Это опасно. Сборная Ирана в атаке. Удар. Рикошет. И показалось, что мяч ныряет в угол российских ворот. Но Глебов, наоборот, выручил. И этот рикошет помогает сборной России. Все никогда Арсена мяч не доходит. Сафонов ошибается на выходе. Его страхует Осипенко. Выступление в сборной. А в 2018-м карьера. Передача между игроками сборной Ирана. Очень хорошая в направлении Арсена Захаряна. Наконец-то Арсен получил мяч. Наконец-то ему его дали. Хотя в первом тайме было несколько моментов, когда он прям просил, когда через него было бы логичнее сыграть. Хорошие комбинации. Антон Зиньковский играл очень смело. То во втором тайме вот таких вещей гораздо больше. Ошибка еще одна. И удар в ближний угол. Сафонов его контролировал. Сейчас, как объявляют, как раз замены, которые сборная Ирана сделала. Тренерский штаб сборной Ирана. Удар поворотом. Это все еще Махиби, который играет с первых минут. Обозначу эту организационную трудность. В протоколе запасные обозначены с 80-го по 98-й номера. Выходит 25-й и так далее. Ой, какой момент. Ой, какой момент. И сборная Ирана мажет. Очень красиво разыгран этот мяч. Но, к счастью, для нашей команды это не гол. Очень хороший матч проводят. Думаю, что у него в карьере были и посложнее. Сборная Ирана в атаке. Подача на дальнюю. Это опасно. Скидка. Тареми снова с мячом. Он готов принять, как будто бы любой мяч и снова бьет. И вот теперь только конец. 1-1. Сборная Ирана 21 раз пробила по воротам сборной России. Ну, а во втором тайме это одна, наверное, из трех более-менее запоминающихся атак у нашей команды. Так, россияне и иранцы начинают свой 2023 год. Валерий Карпин и его коллега Амир Голиной благодарят друг друга за матч.